МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А продюсер, именно тот, которым являетесь вы, это немножко иная роль. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что сегодня выполняет продюсер, какую нож он несет на себе? Продюсер вообще-то иностранное слово, обозначает производитель. Продюсер стоит над всем. Уже на него работает музыкальный продюсер, который отвечает за творчество, за студийную работу, за подбор песен. Под ним работает пиар-менеджер, директор, администратор, водитель. То есть продюсер контролирует все. На продюсере все буквально от бытовых каких-то решений, проблем артиста до... Планировать вот этот фонд, на который рассчитываем, да? Конечно, конечно. Съемки клипов, сколько стоит, куда, какие расчеты и так далее. Конечно, это все на продюсере. На каком этапе сегодня у нас вообще находится шоу-бизнес? Ну вот события этого года немного нас откинули, да? Я просто смотрю по уровню цен сейчас на гонорар артистов, на стоимость съемки видеоклипов, на стоимость песен. Мы где-то откатились, наверное, в 2004-2005 год по уровню цен. Сейчас очень многие снизили свои гонорары, потому что реально рынок упал в этом плане. Но если мы в 2004-2005 году находились на уровне цен, но мы шли дальше и знали, что идем вперед, и все будет лучше, то сейчас немного, как бы, я думаю, что мы еще откатимся чуть-чуть дальше. Но тем не менее, надо потеряться. Тем не менее, у тебя новые проекты. Да, 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 слушайте. Ну потому что... Тяжело-тяжело, а у вас новый проект появляется. А потому что это поток уже, по-моему, вот это творчество не остановишь ничем, да? Ну, во-первых, да, во-первых, я вынес в жизни... Несколько раз мне, как бы, знаки давали. Занимаясь тем, что умеешь делать, и то, что ты любишь делать. Потому что я в два раза влазил, пытался влезть в другие виды бизнеса, там, и, как правило, я прогорал просто там, причем на такие деньги большие, после которого могут люди позаниматься. Это можно рассчитывать, как ваш совет получается? Кажется, ты должен заниматься своим делом. Своим делом, который тебе нравится, то, что ты умеешь делать хорошо. Умеешь, а главное, профессионально, да. Поэтому и новые проекты я всем советую, начинающим продюсерам, уже состоявшим продюсерам, наш бизнес, да, то есть продюсерский, да, это бег на длинную дистанцию, да, и к финишу придет только тот, кто не опустит руки и будет продолжать работать, несмотря ни на что. Надо принимать эти какие-то изменения рынка просто как данность и на самом деле не задаваться. Если вспоминать историю вашего руководства над топовыми исполнителями, давайте сейчас вот вспомним, да, те же самые 101. 101. Это, получается, у нас все популярнейшие, которые до сих пор... Да, все звезды с того нижнего дня. Паласа Бекова, Айкон, группа Текила, да. Санда сейчас, получается, только этот сравнитель недавно появился, получается, и вот буквально вы подписали этот контракт с группой Амуаш. Об этом мы узнаем в социальных сетях, с новостей и так далее. Да, просто Амуаш, они года три назад ушли из одного продюсерского центра. В свободное плавание. В свободное плавание, начали работать сами, после чего они тоже поработали еще с одним продюсером, но что-то не сложилось. Ну и, как правило, артисты, когда уходят от продюсера, они понимают, что, как бы, ну, не всегда справляются с этим. То есть артист – это артист, продюсер – это продюсер, да, и поэтому они обратились ко мне. Они обратились ко мне еще раньше, как бы летом, и... А, то есть это была инициатива Амуаш, получается? Да, 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 конечно. Они обратились раньше, я говорю, я подумал. Через три месяца они повторили заявку. Я говорю, работайте, ну что, как бы, что вам мешает? Я предлагаю прерваться на новости без политики, на наш сюжет, и сразу вернемся в студию. Безумно интересная беседа. Ну что ж, друзья, мы вновь вернулись в нашу гостиную и продолжаем увлекательную беседу с продюсером Эриком Тастембековым. Эрик, ну, конечно, мне вот интересно, ты так увлечен, ты действительно любишь свою работу, ты горишь просто, и у тебя... И действительно, вот, мне кажется, у продюсера должен быть глаз наметан. Ты точно выбираешь, да, ну, абсолютно талантливых людей. А вот скажи, ну, трудности-то какие-то есть, и вот если бы тебе пришлось там заново, скажем, начать жизнь, ты бы вот стал бы продюсером снова или нет? Непременно, непременно, конечно. Я... То есть это, наверное, продиктовано было еще с самого детства, когда я ходил еще в детский сад. В городе Караганда. И когда я был выпуском детского сада, то есть детям-то дают какие-то характеристики, да, и тогда в советское время написали, мальчик обладает математическими и музыкальными способностями, да. Вот так. И я, как сейчас вот оглядываясь назад, я закончил физмат-класс, да, с математикой у меня всегда был в институте свободного почтения по вышмату, я там занимал первым станом Олимпиады, да. И учился в музыкальной школе, играл в вокальной структурной ансамбле, для меня это было близко, я сам хотел стать звездой когда-то, да, там репетировал перед зеркалом. И, наверное, вот сейчас, когда мои артисты выходят на сцену, я вижу себя, я реализовал свою мечту через них. Здорово. Я живу их жизнью, по сути, и мне это нравится, я кайфую. Меньше всего, когда я начинал работать, я думал о том, что сколько это пришло денег, мне просто это нравилось, мне было интересно. И так всегда, так в жизни всегда, когда занимаешься любимым делом, которым отдаешься душой, оно рано или поздно начинает приносить деньги, причем такие хорошие. А бывает больно, вот расставания какие-то происходят? Какие-то предательства, может, бывают, может быть, это вот как-то... Ну, без этого, конечно, не бывает, бывали и такие случаи, но, конечно, когда артист отрабатывает 7 лет по контракту, потом еще 2 года он не уходит, потому что ему комфортно, наверное, он продолжает работать сверх контракта, но рано или поздно он уйдет. Когда первый раз уходит артист, ну, первый твой опыт ухода, это очень, конечно, у тебя появляется какая-то пустота такая, незаполнимая, но потом ты просто осознаешь, что, ну, потому что все продюсеры, когда у них уходит артист, они воспринимают это немного так с обидой. Болезненно. Болезненно, потому что они же помнят, каким он пришел, и говорят, а ты кем был, я тебя там творил. Да, да, да. Ну, понятно, что он был никем, он был молодой, но за время работы с тобой он же у тебя научился всему этому, он же стал личностью и творческой единицей, и невозможно держать его на привязи около себя. То есть надо просто выпускать, чтобы он сам в жизни... Нужно быть немножко психологом, я так понимаю. Обязательно, обязательно. Прежде всего, по-моему, над собой работать, да? Да, 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 я же очень много перечитал, пересмотрел, вот были такие моменты. У нас есть приятная традиция, которая сложилась очень давно, и я думаю, этим утром будет приятно нашим телезрителям, вот вы услышите от вашего уст приятные пожелания. Так что можете прямо сейчас дать некий, может быть, дерзкий совет или пожелания нашим телезрителям. Друзья, ну, вот 2015 год, он был немного тяжеловат для всех нас, для... Страны. Для страны, для народа, для... Даже это касалось всех абсолютно, потому что, ну, вот это рынок, так получается. Поэтому я вам желаю в новом году не терять духа, не терять оптимизма. Все будет хорошо, как говорится, если просто... Даже занимайтесь любимым делом, занимайтесь с удовольствием, невзирая ни на какие трудности, у вас все получится. Надо просто идти вперед и работать. Чем мы, собственно, и занимаемся каждое утро программы «Женакон». Ну, наше время тоже подошло козу, мы прощаемся с вами, друзья. Оставайтесь на телеканале «Хабар» и поднимайте себе настроение. Пусть этот день пронесет вам много-много радости. С вами были... Все будет хорошо. Да. Гульнар Дусматова. И Алан Черкасов. И Эрик Коснебеков. Всем пока. Пока. Увидимся.